Международный проект на рынке производства коммерческих автомобилей России, русский брат успешного европейского проекта, группы PSA, Peugeot, Citroën, но с оригинальной славянской начинкой. Мягко идет. Подвеска усилена с учетом особенностей наших дорог. Увеличен клиренс. Двухлитровый дизель разгоняет две с лишним тонны до сотни. Менее чем за 10 секунд. Интерьер и начинка на уровне европейского кроссовера. А главное, все это сделано в России и в Калуге. Именно в Калугу мы и отправляемся сегодня для того, чтобы увидеть, как создают фургоны на локализованном производстве. Весной 2018 года калужский завод PSMA Rus запустил полный цикл производства коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroën Jumpy. Этот момент стал началом запуска проекта под кодовым названием K0. K0 это семейство автомобилей, которое объединяет четыре модели. Напомню, что производство в Калуге началось с седанов Citroën C4 и Peugeot 408. Сейчас к ним добавились модели проекта K0. Это две пассажирские версии Peugeot Traveler и Citroën Space Tourer. И два фургона Peugeot Expert и Citroën Jumpy, локальное производство которых мы начали в прошлом году. Четыре автомобиля предлагаются в двух размерах кузова и нескольких вариантов комплектации, вплоть до моделей VIP-исполнений для бизнес-целей. Локализации предшествовал период строительства и поиска надежных российских партнеров. Первоначальные инвестиции в строительство завода составили полмиллиарда евро. В проект K0 мы инвестировали 75 миллионов евро. Мы расширили базу поставщиков компонентов за счет местных российских игроков. Чтобы добиться успеха в России, мы должны производить локально. Это обязательное условие для того, чтобы быть конкурентоспособными. Peugeot и Citroën уже лидируют в Европе в сегменте легких коммерческих автомобилей. И это одна из наших сильных сторон. Пассажирский тревелер и спейс-турер — это идеальные семейные или корпоративные автомобили. Фургоны «Эксперт» и «Джампи» могут легко трансформироваться компаниями, которые занимаются надстройками и переоборудованием транспорта под разные цели. Вы видите за моей спиной различные варианты таких трансформаций. И, наконец, мы убеждены, что на российском рынке будет быстро развиваться сегмент продаж в интернете и доставка товаров на дом. И наши автомобили очень хорошо приспособлены для подобных задач в крупных городах. Производство автомобилей «Каноль» начинается в цехах сварочных. Мы находимся сейчас на участке сварки платформы автомобиля «Каноль». Посредственно сзади нас находится станция, на которой осуществляется соединение переднего пола с моторным щитом. То есть вот здесь будет двигатель находиться? Здесь будет располагаться двигатель, и он будет крепиться на лонжерону. Моторный отсек с передним полом переходит на сварку платформы. К нему привариваются средняя и задняя часть пола. Именно задняя часть формирует необходимую длину автомобиля. Это будет «Пежо Тревеллер Бизнес Витт». Мы наблюдаем, как автоматический кондуктор соединяет боковины с платформой. Такой уровень автоматизации позволяет достигать эталонной геометрии кузова. Затем в дело вступают сварщики. Кузов практически собран. Количество точек и качество сварки формируют жесткость кузова. Проверка качества сборки и геометрии кузова – обязательная процедура на заводе ПСМА «РУС». Алексей ведет нас в 3D-лабораторию. Во время измерения машина фиксирует все отклонения от идеальной 3D-модели. И эти отклонения уже исправляются на всех кузовах. Сейчас происходит замер позиции кронштейна крепления ручки пассажира. Это очень важно, потому что помимо самой ручки этот кронштейн является местом крепления и обшивки крыши. Соответственно, если позиция кронштейна будет смещена, то обшивка крыши сместится относительно других элементов интерьера и появятся зазоры. Полный цикл проверки в 3D-лаборатории занимает 8 часов. После подтверждения качества сборки на соответствие эталону, вся партия получает допуск на линию установки навесных элементов. На этой линии устанавливаются передние и боковые двери, а также крышка багажника и крышка капота. Преодолев все участки установки навесных элементов, кузов попадает на лифт, который перемещает его в туннель на конвейер линии окраски. Окраске предшествует 7 этапов катафореза. Металл очищают и обрабатывают специальными составами. Антикоррозионный раствор заполняет все отверстия, внутренние полости проникает в поверхность металла по всей его площади. И, наконец, окраска. Это все тот же пассажирский Peugeot Traveler Business VIP. Швы и стыки герметизируют с помощью специальной мастики. Поверхности грунтуют, красят и покрывают лаком. Сейчас мы находимся с вами на финальной инспекции, где уже проверяется качество нанесения перед отправкой кузова на сборку. Пришло время установки электрики, торпеды и лобового стекла. Робот-манипулятор наносит на стекло клей, и операторы производят вклейку лобового стекла по шаблону. Важный момент производства – сборка ходовой части автомобиля. Идет подготовка двигателя к установке на шасси. Здесь же устанавливают амортизаторы, тормозные колодки, системы подачи топлива, баки и вебаста, которые позволяют легко запускать дизель в морозы. Уровень локализации производства компонентов составляет 40%, утверждает Николя Фебве, генеральный директор завода. Мы реализовали проект К-0 за два года, что действительно рекордные сроки для запуска проектов такого уровня и объема. Обычно это занимает около двух с половиной лет. Два года между запуском в Европе и запуском в России. Нам пришлось серьезно трансформировать производство для того, чтобы перенести сюда новую платформу. Параллельно изучали российский рынок комплектующих, искали надежных локальных партнеров. Вот, например, этот топливный резервуар произведен в Калуге. Мы насчитываем более 50 российских поставщиков, которые производят компоненты для наших автомобилей. 40% локализации — это всего лишь наша стартовая точка. Мы продолжаем поиск возможностей замещения компонентов на те автомобили, которые уже производим, и на те, которые только собираемся производить. Потому что чем больше у нас объемы, тем, естественно, проще найти поставщиков для того, чтобы повысить наш уровень локализации. Безусловно, качество на первом месте. Оно строго контролируется на всех этапах и уровнях производства. Стандарты качества на заводе в Калуге — это общие стандарты качества для всех заводов группы ПСА. Обращаем внимание на процесс соединения кузова с шасси. Это следующий этап производства. В автомобилестроении его называют свадьбой. Осталось установить на автомобиль оптику и бампер, завершить контактные соединения электротехнических узлов и компьютера. Автомобиль полностью собран, готов к финальному этапу контроля качества. Прежде всего происходит настройка исхода развала колес. Также на этом стенде настраивается головная оптика и производится калибровка системы радара активного круиз-контроля. Заключительный аккорд цикла обязательных испытаний нового автомобиля. Установка, имитирующая тропический ливень. Проверка на герметичность. Этот Citroën Space Tourer бизнес-класса российского производства готов к поколению отечественных дорог. Рынок легких коммерческих автомобилей в России довольно емкий. 113 тысяч автомобилей в год. Между тем, в основной своей массе это классические большие фургоны. Поэтому группа PSA сконцентрировала свое внимание на производстве компактных коммерческих автомобилей. Эта ниша в России практически свободно утверждает управляющий директор Peugeot Citroën и DS в России Алексей Володин. Рынок представлен другими европейскими производителями, которые в силу того, что они импортные, стоят намного дороже. Российские автомобили, которые традиционно продавались на нашем рынке, построены по технологиям, которые мы существенно опережаем. На наших автомобилях доступны две подушки безопасности ABS, ESP и другие технологии, которых на наших коренных брендах мы, к сожалению, пока не видим. Это помогает вам получать госконтракты? Мы действительно получили в этом году доступ со всей линейкой производимых нами автомобилей к государственным контрактам, автомобилей скорой медицинской помощи, автомобилей дежурной части. Мы видим большую потребность государства в автомобилях вот таких компактных, экономичных, от 6 до 8 литров расходуют машины. Но вы делаете ставку еще и на B2B? Мы делаем ставку на самый быстро растущий сегмент малого-среднего бизнеса. Алексей считает, что коммерческие автомобили Peugeot и Citroën обеспечат успешное развитие сегмента на десятилетия вперед. Мы открываем новые категории потребления. Один из примеров ярчайших – это Яндекс Карго Каршеринг, которому мы в этом году поставили первые 30 автомобилей. То есть вы можете зайти в приложение Яндекс, выбрать грузовой автомобиль, ближайший к вам, взять его и съездить, например, в Киеве или холодильник. Привезли, вышли, бросили его и ушли. А право? Категория B. В этом весь прикол.